Девушки отдыхают Галинка-малинка «Звездная история». Ну что ж, а мы с вами переходим к Лёле. Как Лёлька и обещала, у неё очередной стрим. А стрим на два с лишним часа. В общем, всё как обычно. Уселась она стримить в очках, словно лётчик-испытатель. Ну и сидит первые несколько минут. Сидела, делала вид, что она не понимает, что у неё вовсю уже идёт прямой эфир. Потом говорит, ой, извините, извините, ну да, ну да. Так мы, в принципе, ей и поверили. Ну и, как всегда, начало стрима. Не поесть, не поспать, не по, сами понимаете что, да. И начала жаловаться на то, что ей очень-очень сложно. В общем, говорит, я уже и проплакалась и так далее и тому подобное. Рассказывала о том, что она плакала из-за индюков. Ну а далее прикол. Оказывается, вовсю Лёлька не сидит, знаете, сложа руки, а пытается искать себе помощников. И вот на Авито она нашла координаты клининговой компании. В общем, да, чтобы ей приехали и убрали, так скажем, весь дом. Но, говорит, там, говорит, вы знаете, почасовая оплата 700 рублей в час. И Лёля сказала, что для неё это очень и очень неподъёмные деньги. Я вот, знаете, слушаю всё это и понимаю, что Лёля несёт околесицу. Ведь мы с вами знаем, сколько примерно зарабатывает Лёля на Ютубе, да. И еле говорить о том, что 700 рублей в час – это огромная-огромная сумма. Видимо, Лёля считает, что, да, люди должны работать за копейки. Но когда я услышала, что Лёля ищет ещё и няню на Авито, и говорит, там няня стоит 250 рублей в час, нашла, говорит, некую девушку, но, по словам Лёли, девушка слишком молоденькая. Ей 16 лет. Она говорит, нет-нет-нет, я не могу себе взять, позволить взять 16-летнюю девушку в качестве няни. Не могу, говорит, ей доверить своих собственных детей. А я вот думаю, а как она тогда в таком случае доверяет своих собственных детей, в том числе и младенца, да, и двухгодовалого Якова, своей дочери Жене, которой 17 лет. Или как она доверяет 15-летнему Лёше своих детей, ведь они тоже, получается, очень и очень молоды. И потом, знаете, в любом случае Лёлька опять пытается наступать на одни и те же грабли. Вместо того, чтобы обратиться в нормальную контору, да, которая ей подберёт действительно того человека, который ей нужен, Лёля ищет либо среди своих знакомых, либо среди своих зрительниц, да, либо на Авито. По сути, она ищет людей, которых она знать не знает, и вот этих вот людей, которых она знать не знает, она тащит в свой дом. Ну, а далее сидит уже, льёт слёзы. Причём, вы знаете, я думаю, что виновниками её слёз это не индюки выступают. А Лёле хочется просто, не хочется, вернее, ей самой заниматься своими детьми. Ей всё это надоело. И вот сейчас Света не появляется у неё, да, у Светы свои дела, свои заботы. И Лёля осталась одна. А плюс она прекрасно понимает, что Женя уезжает учиться в Москву. Ну, соответственно, ей вообще будет кирдык, тем более она не привыкла заниматься своими детьми. Складывается вообще ощущение, что дети для Лёли – это просто самые настоящие оковы, которые не дают ей жить так, как она хочет, да. Ну, а мы с вами знаем, что Лёля хочет принадлежать сама себе, кататься везде, ездить к друзьям, ну и так далее. Кстати, ей понравилось объявление, где предлагали, ну, детей, да, она говорит, в основном все няни, которые предоставляют свои услуги в качестве нянь, они хотят работать именно на своей территории. Вот там было одно такое объявление, где женщина написала, что я могу забрать ваших детей к себе на свою территорию, в свой дом, да, где буду полностью всё за ними делать, полностью за ними ухаживать. И даже, говорит, они могут у меня находиться 24 на 7. И Лёлька такая говорит, о, ничего себе. Вы знаете, я уверена, если бы не контент, если бы не то, что Лёлька показывает свою жизнь на Ютубе, я уверена, что вот как раз-таки такой бы тётеньке, она бы с удовольствием избагрила всех своих детей, могла бы спокойно жить и наслаждаться своей жизнью, да. Ну, а дальше разговор медленно, но верно, пошёл к Жене Б. И Лёля призналась, что он достал её своими слезами, своими соплями, когда Лёля сидела, а в очередной раз жаловалась, кстати, на своё тяжёлое положение, на усталость, она меня насмешила. Лёля считает, что домохозяйке это просто... Она говорит, ну, что такое быть домохозяйкой? Ходи туда-сюда, обратно, из угла в угол. Это насколько Лёля почему-то, вот знаете, ценит себя и ценит свой труд, да, и при всём при этом она обесценивает всегда чужой труд. То есть, знаете, за неё везде трудятся помощники, да, и при этом она всегда уставшая, ей никогда не поесть, не поспать. А вот другие люди, за которых не трудятся, кстати, помощники, по мнению Лёли, абсолютно ничего не делают. Вот какие-то двойные стандарты, согласитесь. И вы знаете, пока Лёля сходит с ума от того, что надо ей найти помощницу, её обожатели, кстати, обещают ей приехать и помочь ей через пару лет, причём они ей написывают и говорят, Лёль, ну, если тебе будет так же тяжело, как и сейчас, то мы обязательно к тебе приедем лет, так через годиков, так через два, да. На что Лёлька говорит, что если я, говорит, буду работать в таком же темпе пару лет подряд, то меня, говорит, уже не будет, я просто-напросто сдохну. Женщинам, которые задавали вопросы, кстати, относительно Жени Б, Лёля сразу же, сразу же так ревностно отвечала, расставляла все точки над «и» и сказала, я не советую вам такого мужчину в мужья, никому. Вот знаете, я вот думаю, всё же я вчера была права, назвав Лёлю самой настоящей собакой на сене, да, и себе не ам, и сама не ам, и другим не дам. Она и сама с ним не живёт, да, и других отговаривает с ним сходиться. Причём каждый день льёт на Женю Б грязь, кто обвиняет его в том, что он больной на голову. И вообще, да, по сути, она подрывает авторитет Жени Б. Казалось бы, ну чего ты к нему прицепилась? У вас уже через пару дней состоится развод. Живи уже своей жизнью, радуйся, да, делай контент на себе, делай контент на своих детях, на своём хозяйстве, ну и так далее. Но нет, она всё время дёргает Женю Б в разные стороны. Вы знаете, складывается ощущение того, что она всё-таки ревнует Женю Б к возможным, так скажем, претенденткам на его руку и сердце. Я вот всё же думаю, что Женя Б без проблем сможет устроить свою личную жизнь. Ему, конечно, и правда пора прекращать лить сопли и слёзы. И если он не нужен Лёльке, да, он должен, ну потому что он ей всё равно не нужен, он не может ей вот этот вот, знаете, обеспечить необходимый для неё доход, то ему нужно уже переставать вот это вот лить слёзы, ему нужно уже перелистывать страницу этой жизни и жить, и идти дальше. Да, конечно, он должен помогать своим детям, он должен платить алименты, но жить при этом дальше и не бегать к Лёльке со своими слезами, соплями и со своей любовью, которая ему сто лет не нужна. Она же сказала, мне нужны поступки. Ну, вы знаете, особо одарённые обожатели Лёльки предложили ей, а пускай, говорит Женя Б вообще, приезжает и отрабатывает у тебя свои алименты, и сидит с детьми. Мол, сидит нянька с детьми. Вот знаете, такие они молодцы, Лёлькины адепты, да, вот сами к Лёльке ехать не хотят, говорят, ну ничего, если ты будешь упахиваться, мы к тебе приедем годика так через два, да. Вот. А Женю Б почему-то толкают туда, давай, говорит, пусть он у тебя работает. А он, простите, что крепостной, да, это что его обязанность? Во-первых, Женя Б не обязан работать у Лёльки, так скажем, усатым няням, да, за алименты и за тарелку супа. У него, между прочим, есть ещё и двое детей, которых также надо поднимать, а также есть съёмное жильё, за которое надо платить деньги. Ну, а во-вторых, у Жени нет пока ещё долгов по алиментам, сейчас только 24-го состоится суд, и ему в судебном порядке выставят сумму, которую он должен будет выплачивать своим детям в качестве алиментов. Понятное дело, что он несёт ответственность за своих детей и должен платить алименты. Но это не значит, что Женя Б должен быть в прислужниках, должен быть холопом при своей барне. Развелись и развелись, ничего в этом страшного нет. На вопрос, возможно ли примирение с Женей Б и будут ли они жить вместе, Лёля сказала, что, скорее всего, нет, поскольку, вы знаете, она не может ему простить то, что он ничего для неё не делает, а также, друзья мои, не может она ему ещё простить то, что Женя Б стал общаться с хейтерами и ходить по обзорным каналам. То есть, знаете, опять же, двойные стандарты со стороны Лёли. То, что Лёля со своими адептами перемывает кости Жени Б и поливает его грязью, это для неё нормально. А вот то, что Женя Б нашёл себе поддержку от её хейтеров, это почему-то считается плохо. Лёля хочет, кстати, друзья мои, вот здесь я вообще очень и очень расстроилась, мне стало почему-то Лёлька очень неприятно. Вы знаете, когда я услышала, что Лёлька хочет отдать собаку Берни в добрые руки и обещает, что так она и сделает, мне, честно, стало очень жаль эту собаку. Ну, да, Лёлька говорит, вот, мол, другие собаки не будут по ней скучать, причём вот эта собака живёт на улице. Но Лёля уверяет, по её словам, опять у Насти начались проблемы с аллергией. Кстати, не только Берни, возможно, переедет от Лёльки, но раз она так решила, значит, точно отдаст эту собаку. Плюс ещё и Ярика. Ну, я не знаю, будет продавать, наверное, на Ярика. Она сказала, что да, у Насти опять начались проблемы. И вы знаете, вот честно, мне так жалко стало этих животных. Я, конечно, всё понимаю, но в любом случае эти животные живут на улице, да. Чем они там мешают Насте, я не понимаю. Но как-то всё равно, всё равно жаль вот этих собак, потому что это, конечно же, травма для самих собак. Они привыкают к людям, и для них, когда их передают из рук в руки, это самое настоящее предательство, да. Причём почему-то Лёля не смотрит в проблему значительно глубже, а хотя должна была, да. Она, ей на самом деле надо начинать не с собак, которые тем более живут на улице, а ей надо начинать с питания. Ей надо правильно кормить Настю, да. Ей надо следить за тем, чтобы девочка не бегала грязными боссами, вернее, ногами по грязным сараям, не таскала всякую разную инфекцию. Но, конечно же, в плане Лёльки ей проще избавиться от собак, которые давно уже живут, в принципе, на улице. Ну, а на этом стриме досталось, кстати, не только Женебе, а ещё Лёлька благополучно вспомнила своего первого мужа и сравнила его с самым настоящим извращенцем. Я вообще валяюсь. А себя с Лолитой, да, практически с Набоковской Лолитой, только та была Набоковская Лолита, а это, видимо, Лолита Тамбовская, хотя тогда она была подмосковная Лолита, вот как. Сказала о том, что действительно это ненормально, когда мужчина, взрослый, зрелый мужчина, смотрит на девочку, так скажем, лет 15 и говорит, между прочим, мой первый муж был старше меня на 25 лет. Я, вы знаете, тоже согласна с тем, что, конечно же, ну, это мавитон, так скажем, да, когда мужчина, мужчина не должен смотреть на девочку, которая годится ему в дети в качестве, как, так скажем, сексуального объекта, да. Но, с другой стороны, простите, а чем думала эта девочка? А чем думала мама этой девочки, когда девочка бегала к этому дяденьке, да? Тем более, учитывая, чем они думали, у него была семья на тот момент. Это вообще было свинство и скотское отношение со стороны как Лоли, так и ее, в принципе, мамы. И вы знаете, но здесь все равно есть, так скажем, определенные несостыковки. Если она говорит о том, что он воспользовался ее положением, то как же можно объяснить те моменты, что Лоля сама рожала ему последующих детей, он не хотел. Он не хотел ни второго, ни третьего, возможно, даже ни первого ребенка, потому что, да, она продолжала рожать. Значит, она хотела сама быть с ним вместе и рожать ему детей. Значит, действительно, что-то у нее к этому мужчине все же было, да? То есть, не скажем так, что он на самом деле, он именно воспользовался ей. Может быть, она воспользовалась каким-то его непонятным, так скажем, положением, да, или ситуацией. И потом, в любом случае, вот знаете, это очень и очень некрасиво сейчас все это дело как-то вспоминать и говорить. Кстати, и Лелька сделала опять акцент на том, что он благодарил ее маму за то, что она его не посадила. То есть, по сути, она, да, с мужиком, как говорится, сделали свое дело, она забеременела и в итоге, ну, женили насильно, тому пришлось разводиться со своей женой и жениться на Лельке, поэтому, в общем, как-то так. Ну, и вы знаете, вот честно, дальше стала прикалываться, уже стала прикалываться, говорит, да-да, может быть, я и сейчас беременна. Ей стали предлагать родить в прямом эфире. Я, конечно, смотрю на этот цирк и понимаю, что Леля ведет себя просто на самом деле ужасно, друзья мои, шутит над какими шутками непонятными. Ну, а дальше сказала, что ей пора бежать, пора уже купать Матрону, которая, кстати, не хочет мыть ноги, о чем мы с вами и говорили с самого начала, да. Матрона бегает босыми ногами по грязным сараем, а потом этими же ногами бегает, пробежалась уверенно по всему дому, посидела везде, повалялась везде на кроватях. Вот потом неудивительно, что у Насти появились опять проблемы с кожей. Странным образом, что еще проблемы с кожей не появились у других остальных детей. Да, что касается Жени, как я вчера вечером сказала, что у Жени появился канал, который называется «Кормящая сестра». Кстати, ребят, она объясняла в своем ролике, почему она назвала канал «Кормящая сестра». Мне тоже, если честно, не нравится это название, но «Кормящая», потому что Женя изначально планировала выкладывать ролики, значит, выкладывать кулинарные рецепты, да, вообще рецепты какие-то, а потом она поняла, что она будет снимать еще и свою жизнь, выкладывать влоги из Москвы, где она будет учиться, ну, в общем, как-то так, да. Ну, и что я могу сказать вообще, просто подведя, так скажем, итог, в очередной раз на очередном своем стриме Лёлька показала себя в негативном ключе. Она, как всегда, смеялась над другими людьми, ее не устраивали вопросы. Ее устраивало только, когда ей бросали деньги, только тогда она натягивала на лицо улыбку, делала вид, что она такая белая и пушистая, да. И в очередной раз она опустила всех, всех своих мужей, одного назвала, поставила всем диагнозы, один у нее больной, другой у нее извращенец и ненормальный. В общем, как-то так. В принципе, ничего удивительного. Друзья мои, вот такой у меня сегодня получился обзор на канал Деревенский Дневник, очень многодетная мама и канал Мать-Героиня. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока!